Всем привет! Что я сейчас хочу сделать? Это просто... Я стараюсь в этот ящик... Шкаф? Не ящик, а не шкаф, в общем. Ладно, сейчас все увидите. Я старалась вообще туда не приближаться близко. Брала, знаете, открывала, брала только то, что мне нужно было, и сразу убегала, закрывала. И то, что вообще в недрах вот этого вот чудовища, я даже не представляю. Короче, давайте немножечко разберемся. Сейчас котик у нас будет очень недоволен, потому что он там так сладко спит. Смотрите, у меня, в общем, здесь просто все навалено, и я сегодня хочу это все разобрать. Гантели. Здесь по 3 килограмма. Этот коврик я сегодня хочу отвезти в приют для животных, потому что он мне не нужен. У меня есть уже более классный, более мягкий. Чем я тут пользуюсь? Здесь у меня кроссовки лежат. А тут у меня... О, классная штука лежит, я про нее вообще забыла. Это кольцо, которое можно использовать на руки. Смотрите сразу. Ох, какие на руки можно использовать, можно на ноги использовать. Куртка, которая уже хрен знает сколько лет. Куча штанов, которые даже с вот этими вот. Это реально очень смешно. Я очень хотела такие, знаете, которые такие в попу врезаются, но надеть их куда-либо, ну я не знаю. Как? Как можно было подумать, что вот в этом я буду тренироваться? Это они прозрачные. Понимаете? Это кожа. Они прозрачные. То есть, я их купила и думала, что я буду ходить так в зал. Стыдоба. Стыдобища. А я заказывала еще вот такие вот тоже есть. Они тоже такие с резиночкой. Короче, я не знаю, что заказывала, заказывала, практически ничего не ношу. Это кофта для фитнеса. Вот. Если вдруг вы не видите, то это кофта для фитнеса. Вот такая вот резинка у меня есть. Смысл в том, вообще, чего я сюда залезла, это то, что я хочу посмотреть вообще, какие штуки у меня есть. Бодибар, он у меня на 6 килограмм. Он обалденный. У меня есть набор этих резиночек. Я им очень постоянно пользуюсь. Это тоже очень классная вещь. Резинки это вообще просто супер крутая штука. Вот. Поэтому обязательно тоже, чтобы они у вас были 5 килограмм. Включу себе какую-нибудь крутую тренировку. И буду тренироваться именно на руки, наверх. А, у меня тут лежат мои старенькие кроссовки. Вообще мои... Не знаю, сколько им лет. Мне кажется, им лет 15. Короче, сегодня позанимаюсь делами. Потому что сейчас день, и все-таки хочется как-то какими-то делами позаниматься. Не тратить сейчас время на уборку. А потом я все это красиво разложу. В общем, все, что нужно, уберу. Все, что нужно, не уберу. Короче. Еще. Три раза делаем. Три. И два. И последнее. И раз. Согреваемся. Два. Три. Включаем все симметрично. Когда руку опускаете вниз, почувствуйте, как лопатка съезжает вниз. Еще пять. Если вам очень тяжко, можно взять что-то поменьше. Оп. И медленно вниз. На таких упражнениях работают мышцы центра. И ваш любимый пресс тоже. Получайте удовольствие от движения. Когда вы начнете чувствовать свои мышцы, вам это суперсильно понравится. И в завершении опускаемся на живот. Пусть так. Тренируюсь я сейчас уже, мне кажется, больше года точно на Фитстарс. Держу тот вес, в котором мне максимально комфортно. В котором мне максимально круто. Я перестала заставлять себя ездить в этот зал. Я перестала заставлять себя заниматься определенными вот это. Вот можно, вот это нельзя. Вот ты сегодня должен, завтра должен. Там тренировка должна быть три раза в неделю. Это грандиозная площадка фитнеса, спорта, питания и разных мотивационных видео и различных мастер-классов и так далее. Они просто сделали какую-то шикарную вещь. Они дарят подарки за тренировки. Занимайтесь, тренируйтесь вместе со мной. И если вы будете это делать, вот это просто мега мотивация. Вы можете получать классные подарки от Пикук, от различных курсов, от различных мастер-классов. Вы можете получать дополнительно какие-то супер крутые тренировки, если вы будете тренироваться. Просто заходите, покупайте абонемент. Сейчас он стоит совершенно недорого. Ссылки я вам оставлю. Промо-код на скидку 70% на Фитстарс я вам оставлю. И поверьте, заниматься, когда у тебя огромное количество мотивации, намного проще похудеть, намного проще поддерживать себя в форме. Намного проще все это делается, намного проще все это дается. Если ты вот в той самой компании, в той самой среде обитаешь, живешь, тренируешься. И когда ты включаешь тренировку не потому, что тебе надо потренироваться, а потому что ты сам хочешь. Мне нужно будет сейчас съездить в магазин, купить еду, кое-что отвезти в помощь в приют для животных. И в общем-то мы с вами вместе приедем, потом мы будем разгребать этот шкаф. Все отсюда сейчас выложу и покажу вам, но я буду отдельно там, где кофты, кофтам, там штаны к штанам. И здесь у меня лежат всякие разные такие летние вещи. Это вот такое платье, туника, то есть можно как угодно надевать. Летние вещи отдельно, потому что их надо будет прогладить. Они у меня стиранные, здесь тоже такое платье, туника, в общем, мой любимый, я прям их обожаю. Вот этот мне мал. Это я носила этот свитшотик, хотя, ну, как бы он прям совсем тютелька в тютельку. Я его носила, когда я была как раз 47-48 килограмм. Летние шорты-юбка, очень тоже я люблю на очень высокой посадке. Это все к летним вещам. Так, здесь какие-то Сашкины штуки. Это утяжелители для, наверное, у него есть такой специальный жилет, с которым он отжимается. Вот эту я, наверное, все-таки отдам, потому что, ну, как бы кольцо заменяет вот эту вот штуку. Хотя штука вообще очень классная. Не знаю, в общем, может быть найдется человек, который оценит ее по достоинству. Штаны в штаны. Это вот такие синенькие, малиново-бордовые. Тоже, кстати, очень классные, удобные. Не знаю, я вообще про них забыла, я говорю. Вот, обычные черные. Вот такие вот черные обычные, я те, которые не ношу, наверное, я их определю в одежду приюта, да? То есть, ну, во что можно одеться и, например, погулять с собаками. Потому что спортивная одежда, она, конечно, как нельзя кстати тоже для этого подходит. Вот в это я прям тренировалась очень долго. Буду отдавать, потому что, смотрите, очень красивый цвет. Здесь тоже вот такая резиночка, которая прям булочки такие делает, очень даже неплохие. Но цвет мне не подошел, мне просто вот не нравится мне цвет. Коротенькая кофточка, наверное, тоже буду отдавать. Она ни туда, ни сюда, причем это был комплект. Вот эти вот штаны я тоже носила, когда была 47 килограмм. Я сюда даже вставлю, наверное, видео, когда я их носила. Это, конечно, смотрелось очень круто, но прям вот совсем прям была худая-прихудая. А, это штаны, которые я ношу, когда толстела. Где-то такие, они, ну, выглядят не очень большие, но на самом деле они прям дикий стрейч. И они прям так растягиваются. Я их оставлю на всякий случай, просто, знаете, чтобы напоминали мне о том, что не надо доводить себя до того, чтобы носить вот эти штаны. Ой, классные штаны летние тоже. Они такие, типа, как карго, не знаю, на высокой посадке. В общем, тоже я их достану, буду носить. Такая штука у меня специальная. Она вот сюда вот на пульсник. Там не на пульсник, а, короче, на рукавник для мобильного телефона. Очень классная вещь. Блин, ну очередная кофта. Ну это уж вообще... Ну они просто все одинаковые на высокой посадке штаны. Но они мне всегда были маловато. Они прям, хоть и спортивный материал, это, не помню, S или M, а, 42. Ну понятно, у меня попа 44, а то и 46. В общем, вот такая вот. Причем у меня всегда такая была попа. У меня узкая талия и бедра у меня, ну, примерно плюс-минус 90. Вот это вот мое любимое красное платье. Я не знаю, я когда его надеваю, я просто вообще становлюсь просто дико женственной. Короче, все это в летнюю одежду. Вот эту вот очень люблю я. Кофточку розовую. Это тоже такая спортивная кофта. Я ее никому ни за что не отдам. Гигантский шматок этого поводка. Потому что когда у меня джин совсем вот только-только я его забрала, я заказала поводок 50 метров. 50 метров. Вы представляете, поводок 50 метров. И это я еще от него отстригла. И отстриженная часть метров 15 лежит у меня в машине с карабином. А вот эту вот, я не знаю, в общем, надо что-нибудь придумать. Вот она как раз здесь ручка, там часть с карабином. Надо что-то придумать и сделать карабины, и отвезти в приют. Здесь у меня просто повсюду вот эти резиночки. Мои любимые розовые. Они такие довольно мягкие, но при этом при всем дают такую хорошую зарядку. Моя любимая такая подушечка для головы, если куда-то ехать. Ой, я прям вообще их обожаю. Вообще непонятно что. Видите, даже бахилы здесь остались. Здесь, конечно, куча волос, я вам сейчас покажу. Видите, нашла я плед. Вот плед мне нужен был тут недавно, и я его нашла. В общем, сейчас он меня перекочует, ему надо постирать, и он меня перекочует уже туда, куда ему нужно. Потому что здесь ему точно не место. Здесь зимняя Джимина одежда, она стиранная. Здесь лежит Сонина. Вот смотрите, какая грязь. Вот за два года, вот смотрите, какая грязь здесь образовалась. Вот прям вот помойте все, и жизнь ваша будет чище, и жизнь ваша будет как-то более гармонична. Потому что вот я вот этим занимаюсь, я вообще не люблю, когда у меня вот что-то... Мне кажется, что у меня последняя вообще просто вот здесь остался. Вот именно этот угол, к которому я просто боялась подойти. Но сегодня я это сделала. Давайте покажу, что здесь. И нужно будет все это, конечно... Я не знаю, откуда это все берется. Какие-то, вы видите, я не знаю, откуда это. Вот это вот летние вещи. Я сейчас... Они перейдут в другую комнату. Эти вещи, которые я отдам, без кроссовок, вот. Здесь вот тоже пару кофточек себе оставлю. Я сначала сделаю ход конем. Все это пропылесошу. Слушайте, ну тут грязи-то и нет никакой. Я пропылесосила, вот оно все чистое. Прям... Прям чистое. Все уголочки, все чистое. Чтобы у нас гантельки были в доступе, тоже вот так вот я их разложу. Так, конечно же, кроссовки. Кроссовки у меня чистые. Резиночки я ни в коем случае убирать далеко не буду. Я их положу вот сюда, вот в этот угол, потому что тоже довольно часто ими пользуюсь. Джинсы тоже я здесь оставлю, пускай напоминают мне. И наверх, чтобы помнить обо всем об этом, я положу все вот эти вот прибамбасы, в том числе любимый бодибар. Ну что, смотрите, какой классный практически фитнес-ящик у меня получился. И реально здесь, ну просто больше не надо ничего хранить. Вот это на дачу. Вот это летнее. Я сейчас это все в спальню в другой шкаф и все это погладить. Это, наверное, папе отвезу, потому что, ну, все-таки чехлы хорошие, мало ли чего хранить. Это я сделаю в приют. Это я сейчас выброшу. Это у меня плед, который я сейчас буду стирать. Времени заняло совершенно немного, но при этом мы с вами имеем очень даже доступный, то есть вот он закрывается, открывается, очень доступный фитнес-шкаф, и можно спокойно тренироваться. Так что вот, тренируйтесь вместе со мной. Я реально за все это время, что вам рассказываю про Фитстарс, вы видите, что я действительно похудела, что я действительно поддерживаю себя в порядке. И вот даже те самые хейтеры, скорее всего, с этим согласятся, потому что раньше мне время от времени приходили такие сообщения, вот, Шейн, это тот толстеешь, то худеешь. Ну, видите, сейчас этого нет, потому что я занимаюсь в довольствии, я занимаюсь тогда, когда мне этого хочется. Хочется мне это довольно часто, потому что и тренеры классные, и все это как-то на позитиве, и все это как-то вот с таким хорошим настроением, поэтому... И вы тоже занимайтесь, вы тоже тренируйтесь, вот, заходите, ссылки все под роликом. Все, всех люблю, целую, спасибо, что вы были со мной, спасибо, что прибрались вместе со мной, и все это посмотрели. Спасибо за лайк, за комментарий, и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. Все, люблю, пока!